Мегаспорт Рядом со мной президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Владимирович Ватутин Андрей Владимирович, добрый вечер Я не особенный гость, я президент самого любимого, славного, титулованного клуба И вот клуб, наверное, особенный, а я, ну, раб его, служу ему уже много лет и чему несказанно счастлив Это полуфинал единой лиги ВТБ Я не думаю, что, как я сказал чуть раньше в интервью, что я не думаю, что Локомотив сюда приезжает поздравить нас со столетием И преподнести в красивой красно-синей упаковке путевку в финал Это вовсе не так Столетие столетием, но полуфинал остается полуфиналом Будет бескомпромиссная борьба Это серия до четырех побед Не могу сказать, сколько она продлится Надо при том помнить о том, что в силу известных обстоятельств Дорога в Краснодар занимает сейчас так или иначе 10 часов Что тоже нельзя не учитывать для восстановления игроков Будем, как говорится, посмотреть Мне для меня очень приятно, что сегодня солд-аут Сегодня проданы все билеты И это второй плывов единой лиги ВТБ, который в мегаспорте делает солд-аут Тогда это был финал с Зенитом Сейчас это полуфинал с Краснодарским Локомотивом Что не может не радовать То есть мы уже на месяц обережаем, как было принято говорить в советское время Показатели прошлого года Поэтому нам где-то могут выдать какой-то вымпел Как победителям по солд-аутам Так, скоро мы скажем Уверен, что и в финале будет ровно такая же история Ну что, друзья, 100 лет на самом деле это не самый большой срок Это были очень хорошие 100 лет Это были победные года И мы прошли и победы, и поражения вместе И опять-таки банальная, но важная и очень правдивая фраза Что мы побеждаем вместе Мы оставимся вместе в трудные моменты И я хочу сказать, что я всех поздравляю И хочу сказать главное, что настоящие болельщики остаются с командой Не только в счастливые моменты, когда вручают кубок Но и в трудные дни И я бы хотел пожелать всем здоровья, удачи И клубу, именно настоящих болельщиков Которые будут всегда с нами Всех со 100 лет Андрей Владимирович, спасибо вам огромное Что вы нашли время в такой день прийти к нам в студию Желаем вам, конечно же, успехов в нашей любимой команде Только победы в СССР вперед Спасибо вам огромное Спасибо, да И позвольте представить вам легенд армейской команды И одних из лучших игроков в истории отечественного баскетбола Елену Баранову и Сергея Тараканова Добрый вечер Здравствуйте Удивительно то, что в СССР никогда не было дедовщины Не было такого, что вот, как в других командах я знаю Я это проходил, такое было И когда старшие ветераны, скажем так, ставили на место молодых СССР всегда был более профессиональный клуб И тем отличался, и даже в те годы, тем отличался именно от других команд Мне есть чем сравнивать И цели всегда остались самые высокие Профессионализм, это было главное отличие И, ну, конечно, это такое полчища больших имен Я когда пришел, это же было вообще невероятно Жар Мухамедов, Сергей Белов, Еремин, Мышкин, Лопатов, Коваленко, Сергей, Евгений Коваленко, Петраков Я прям, это же восторг просто Ребята, которые играли на самом-самом высоком уровне Елена, вопрос тогда к вам Вы пять лет посвятили Ну, шесть Шесть лет Начала, да, я в шестом сезоне Но если мои шесть и ваши одиннадцать То мы на двоих из ста семнадцать наши Наши? Наши А что команда ЦСКА того времени, когда играли, вы отличала? Победы Победы? Да То есть это был непобедимый клуб То есть это начал Вадим Капранов, который создал эту команду И сразу эта команда взялась То есть они чемпионы СССР были То есть как бы мы уже могли играть без тренера Настолько у нас мы понимали друг друга Настолько мы как бы чувствовали и знали, что от кого ждать Поэтому тренер нам только был, вот, как сказать Для раздачи зарплаты Дорогие болельщики, любите баскетбол, играйте И все будет у вас хорошо Дорогие друзья Мы привыкли говорить, что ЦСКА всегда будет первым Я думаю, в целом так всегда и будет, конечно И болейте за ЦСКА, болейте за баскетбол Мы всегда рядом по возможности И всегда ощущаем ваше присутствие Команда, уверяю вас, ощущает И это очень сильно помогает Поэтому давайте, цисковская семья Будем вместе, будем болеть Будем побеждать ЦСКА вперед! И у нас в студии Легендарные игроки Многократные обладатели титулов чемпионов России Призеры международных соревнований Одни из лучших разыгрывающих в истории отечественного баскетбола Захар Пашутин и Василий Карасев Добрый вечер! Финалы четырех Это, конечно, очень большой праздник И мы были очень счастливы И, конечно, первый, наверное, это в шестом году Когда мы выиграли ЦСКА Это к чему стремились Три года до этого Не могли выиграть Всегда были в финале четырех И как раз в шестом году Смогли победить И это был, конечно, самый волнующий момент Было в мое время Такое становление ЦСКА После как бы небольшого затиша После звездного ЦСКА Был небольшой провал И потом мы немножечко начали набирать обороты Но, наверное, самые такие значимые Это вот отравленный матч Где мы могли попасть в финал четырех И на следующий год Все-таки мы попали в финал четырех Немножко не хватило Мы играли за третье место Выиграли Ну, вот это такие Скажем так Как вершина Пирамиды В ЦСКА Болельщики получали удовольствие от игры Без разницы Какой будет результат Главное, хорошая игра С хорошей игрой, я думаю, что результат всегда приложится И чтобы у болельщиков оставалось желание приходить Еще раз, еще раз, еще раз И испытывать эти приятные эмоции Да, ну я присоединяюсь к словам Прежде всего, конечно, всем здоровья пожелать И чтобы также поддерживали, как и все эти годы Клуб ЦСКА И трибуны были всегда заполнены Ведь все игроки, мы играли для вас И всегда старались сделать все максимально хорошо Поэтому клуб оправдывает эти ваши потребности И клуб побеждает И поэтому только побед клубу Побед вам И приходите на матчи ЦСКА Это известный музыкант и рэп-исполнитель Янис Бадуров Яникс, привет! Привет! Привет, как настроение? Все супер Я родился в Красногорске И 20 лет там прожил Играл за Красногорск В 93-й год Но это был непродолжительный период в моей жизни С первого где-то по четвертый класс школы То есть в пятом классе я уже перестал заниматься баскетболом Но баскетбол так или иначе всегда где-то был рядом Учась в школе я играл за школу Потом я, когда учился в институте У нас там была возможность выбирать специализацию на физкультуре И вот 4 года мы там вместо пизры бегали в баскет Потом медиабаскетбол какое-то время был Вот, ну то есть всегда где-то рядом Все как у всех Где-то дома закрывался Писал Даже в первое время не ставил родных в известность Потому что у меня родители, у нас с ними большая родница в возрасте Я понимал, что для них рэп это как жанр непонятная какая-то такая субкультура И они узнали о том, что я этим как-то серьезно занимаюсь Когда уже у меня концерты какие-то первые начали Вот как сюрприз Да, что касается советов Я думаю, что как и в спорте Нужно очень много трудиться Всегда верить в себя Не переставать идти к своей цели И те, кто действительно отдаются делу на 100% Обязательно придут к такому-то результату За свою карьеру Ты успел уже много, да, сделать Совместных каких-то проекторов С рэперами от Влади до Фейс То есть расскажи, как с такими звездами такого масштаба работать Тяжело? Бывают какие-то трения? Ну, это зависит от человека Вообще, рэперы в большинстве в своем Такие необязательные, безответственные люди С ними, в принципе, сложно что-то делать Особенно, когда речь идет про дедлайны, сроки Вот, все зависит от человека Чем старше, обычно проще То есть там с условным Владимем Мне работать там проще, чем с молодыми какими-то исполнителями было Да, 100 лет это серьезная дата Хочу поздравить всех, кто трепетно следит за играми Мне это чувство очень знакомо И будем болеть для ССК Надеюсь, что это плей-офф они заберут Да, будем надеяться Янис, огромное тебе спасибо за то, что ты пришел Поздравляем еще раз всех болельщиков И поздравляем с этой памятной датой в истории команды Вперед, ССК! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Спасибо!